О проблемах лечения сахарного диабета у детей говорили во вторник в областной клинической больнице. Здесь состоялась научно-практическая конференция, посвященная актуальным вопросам эндокринологии в педиатрии. С лекциями приехали врачи из столицы. В ОКБ на отделение гастроэндокринологии 30 коек круглосуточного стационара. В год проходит примерно 1000 пациентов, треть из них с сахарным диабетом. Остальные с ожирением, заболеваниями щитовидной железы, задержкой роста или полового развития. Тенденция такова, пациентов год от года все больше, а возраст их все меньше. Если раньше это были дети такого вот пубертатного возраста, то сегодня у нас очень много детей раннего возраста. У нас в области есть два ребенка, которым вообще диагноз поставили в периоде новорожденности. Поэтому вот в этом плане изменилось. Изменилось еще что? Ну больше этих детей становится с сахарным диабетом. Все койки постоянно заняты. Сюда на лечение приезжают дети со всего региона. Столичные медики ознакомились с работой отделения, рассказали о своей практике лечения тяжелобольных. Такие встречи и обмен опытом на пользу обеим сторонам. Мы, как правило, стараемся установить тесные контакты взаимодействий, чтобы мы могли обсуждать тяжелых пациентов, чтобы мы имели возможность отправить пациентов на госпитализацию, если это необходимо, то, что мы не можем решить на своем уровне. Это очень важно. И опять у нас развиваются телемедицинские технологии. Мы знаем, что летом будет принят закон о телемедицине. И это прекрасная возможность наладить отношения для дальнейшего взаимодействия. Современная медицина развивается очень активно. Регулярно появляются новые методы лечения и препараты. Тем не менее, увы, течение различных болезней осложняется пропорционально. Сахарный диабет не исключение. Количество больных на 100 тысяч детского населения возрастает примерно на 3% ежегодно. Эндокринологам при такой статистике никак не расслабиться. Все, что есть во всем мире, применяется в нашей стране в отношении диабета. И это радует. Вот здесь вот мы впереди очень многих стран. И тем не менее, мы имеем не те результаты, которые нам хотелось бы иметь в отношении компенсации диабета. Почему? Потому что огромная проблема – это психологическая составляющая. Это очень тяжело всю жизнь, 24 часа находиться на работе. 24 часа контроля – такова должностная обязанность родителям маленького диабетика. Важную роль в лечении играет психологическое состояние семьи больного. Именно поэтому в областной клинической больнице, опираясь на опыт коллег из крупных городов, планируют открыть школу диабета, в которой опытный специалист расскажет родителям и самим пациентам, как нужно себя вести, как заботиться о состоянии медицинских показателях и как сделать так, чтобы забыть о своем диагнозе. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.